Добрый вечер! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Надежда Шабалина. Смотрите в этом выпуске. Сразу несколько достижений. Бюро новостей Давича признано лучшим в нескольких конкурсах. Наш весь холдинг, мы очень поддерживаем любое стремление в экологии, сохранении природы и нашего края. Поэтому мне очень приятно сегодня получить эту награду. Полезное или вредное? И где приобретать, чтобы обезопасить себя? Специалисты расскажут всю правду о грибах. Задолженность почти в 400 тысяч без надежды расплатиться. Счет пенсионерки арестовали из-за долгов за коммуналку. Бюро новостей Давича прошли на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров и услуг России». Это беспрецедентный случай. Впервые за всю историю всероссийского конкурса информационный продукт вышел в финал. Об этом сообщили в региональном центре стандартизации метрологии. В проекте традиционно принимают участие как крупное промышленное предприятие, так и предприятие малого и среднего бизнеса. Телекомпания «Девятка ТВ» не стала исключением и отправила свою заявку. В итоге информационный продукт бюро новостей Давича отметила региональная комиссия. О результатах федерального уровня станет известно в декабре текущего года. Еще одну премию получил телеканал «Девятка ТВ» и один из журналистов бюро новостей Давича. В Кирове подвели итоги ежегодной экологической премии «Отлично». Лауреатами стали блогеры, общественники и СМИ. За какие заслуги присуждается награда? Подробности в сюжете. Вот так под звуки музыки в библиотеке имени Герцена встречали лауреатов экологической премии «Отлично». Ими стали 15 журналистов, блогеров и общественников. Свою статуэтку и диплом получил активист Валерий Семенищев за свое неравнодушие в вопросе уничтожения оружия в Мородыково. Для меня это было неожиданно, потому что то, что мы делаем, мы делаем это искренне. То есть мы хотим как-то отстоять ту ситуацию, которая у нас сейчас происходит. Мы считаем, что завод – это большая беда для нашего региона. Спасибо, конечно, все равно оценили. Возможно, мы там сколько-то людей смогли поднять, возможно, кому-то мы смогли дополнительно объяснить всю сложность ситуации. Спасибо, это, конечно, важно. Валерий Семенищев и все остальные победители в разных номинациях получили в качестве награды конфеты, букетик полевых цветов и тарелочку, которую своими руками сделали дети из центра «Дорогой добра». В номинации «Экосюжет. Диплома» был удостоен корреспондент и ведущий Бюро новостей «Давича» Дмитрий Житарчук за несколько работ, например, о незаконной выгрузке снега. Причем складируются грязные снежные массы на окраине промзоны, как раз в той ее части, где протекает одна из городских рек. А телеканал «Девятка ТВ» стал лауреатом премии в номинации «Экосми». Наш весь холдинг, мы очень поддерживаем любое стремление в экологии, сохранении природы и нашего края, поэтому мне очень приятно сегодня получить эту награду. Премия «Отлично» была основана 6 лет назад и с самого начала одним из партнеров проекта является компания «Уралхим». Организатор Ольга Шаклеина рассказала, для них важно поддерживать тех, кто заботится об экологии. В этом году мы решили наградить журналистов, блогеров, фотографов и активистов, общественников, которые занимаются, пишут про экологию, освещают экологические проблемы нашего города и области. Приходят новые молодые люди, лица медийные, которые освещают, которым не безразлична судьба нашего города, экологическая ситуация. В состав жюри входили журналисты, руководители компании и представители областного министерства охраны окружающей среды. В Кирове по-прежнему плохо пахнет. На неприятные запахи продолжают жаловаться жители Юго-Запада, Филейки и ОЦМ в соцсетях. Люди возмущены, ведь биохимзавод по решению администрации города временно закрыт на ремонт. Депутат городской думы Михаил Ковязин убежден, предприятие работает. Или сам завод, или организация ДИОН на его территории. В любом случае, запахи исходят с промзоны, на которой расположен биохим. В Роспотребнадзоре, между тем, говорят, что на территорию промплощадки специалистов так и не пустили. Плановая проверка была назначена с 1 апреля по 8 июля, но ее до сих пор не провели. В последний раз специалисты побывали на территории в 2016 году с внеплановым визитом. Тогда было зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ. Организации выдали предписание устранить нарушения. Но до сих пор, по словам экспертов, эти нарушения устранены не в полном объеме. От полутора до трех раз была превышена концентрация вредного газа и метантиола и месяц назад. По последним данным специалистов Роспотребнадзора, ситуация в норме, но люди продолжают жаловаться на зловоние. Это значит, что выбросы по-прежнему есть, хоть и меньше, чем было в мае-июне. Как говорят сами жильцы, то есть есть некий временной интервал, когда начинает пахнуть. Это однозначно начинается во внерабочее время в будние дни, то есть примерно где-то с полшестого-шести. И выходные дни там уже, по сути дела, в любое время. На мой взгляд, это сделано в том числе для того, чтобы контролирующие органы, которые, естественно, работают с 8 до 5, чтобы нивелировать их условно-выезды, плановые проверки. Ни одна наша попытка не увенчалась успехом. То есть мы не были допущены на территорию Уодиона для проведения плановой выездной проверки. В рамках тоже исполнения своих полномочий составили протокол за воспрепятствование. 12 протоколов было составлено, 8 рассмотрено уже районным судом и вступило в законную силу. То есть суд подтвердил правомочность наших действий. И факт воспрепятствования на территорию юрлица для проведения проверки. Лисички пошли. Так, сегодня нашей съемочной группе прокомментировали свой ассортимент грибов уличные продавцы. Мы решили узнать, когда даже самые съедобные грибы могут быть опасными для здоровья. Стоит ли их покупать с рук, где их лучше собирать и с чем готовить, чтобы не отравиться. Много полезной информации для любителей грибов в нашем следующем сюжете. Грибами жительница Лошкарей Оксана снабжает кировчан уже много лет. Грибник с 15-летним стажем. Она в сезон регулярно приезжает в областной центр, чтобы продать партию другую, а бабков, подосиновиков или белых грибов. За качество отвечает, разбирают их быстро, уверяет Оксана. То есть долго на импровизированном прилавке у оживленных перекрестков в Кирове они не лежат. Да и к местам сбора грибов девушка, по ее словам, относится ответственно. Я езжу в Пестерово. От Лошкарей 5 километров. Вот там. Но сейчас в лесу-то нету их, на полянах только они. Бывает, на велосипеде езжу. Велосипед в лесу оставляю еще 8 километров иду. В заброшенные деревни там собираю только. А у дороги нет никогда. В этом и вопросы. Есть мнение, что грибы – хорошие абсорбенты. То есть впитывают вредные газы из воздуха и различные тяжелые металлы из почвы. Согласно различным исследованиям, которые можно найти в сети интернет, подберезовики активно впитывают кадмий, белые грибы, шампиньоны, ртуть, сыроежки, цинк и так далее. Но что делать, если очень хочется побаловать себя грибами? В Роспотребнадзоре подтверждают, что грибы хорошо впитывают загрязнители. Поэтому, во-первых, не следует их покупать с рук, неизвестно, где их собрали. Во-вторых, отправляясь в лес с корзинкой, желательно отойти от дороги подальше. Поэтому и не рекомендуется собирать в населенных пунктах, вблизи автомагистралей. В зависимости от интенсивности движения, в зависимости от населенного пункта, метров 200, как минимум, наверное, надо уйти вглубь. Ну, на расстоянии, по крайней мере, 5-7-10 метров от дороги собирать уже можно. Доктор биологических наук Татьяна Егошина считает, чтобы собрать безопасные грибы, далеко вглубь леса уходить не нужно. Говорит, действительно, грибы активно впитывают радиацию. Логично, что в зоне радиоактивного загрязнения с корзинкой гулять не стоит. Что касается тяжелых металлов, биолог считает, что грибы их накапливают не очень активно, поскольку тяжелые металлы малоподвижны и малорастворимы. Поэтому с трудом проникают из почвы в тело гриба. Более того, в качестве отсыпки вдоль дорог используют известняк. Он хорошо препятствует попаданию металлов в почву. Грубо говоря, вы перебрались через придорожную канаву, зашли в лесочек, отошли метр от опушки этого лесочка, и уже можно собирать достаточно безопасно грибы. Поскольку мнения специалистов разделились, отправляясь за грибами, лучше придерживаться простого принципа. Чем дальше в лес, тем лучше. Говорят, от федеральных трасс лучше уходить километр за 3-4. Ну и во всем нужно знать меру. Питаться каждый день грибами в сезон тоже нежелательно. Хотя бы потому, что пища это тяжелая. И стоит напомнить, что грибы в любом виде не стоит употреблять беременным, пожилым людям, детям до 14 лет и всем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом здоровым взрослым людям периодически употреблять грибы в пищу даже нужно, считают нутрициологи. Ценят в нем в первую очередь питательность белка. Но и здесь нужно быть на чеку. Не рекомендуют мешать два белка тяжелых, белок гриба и, допустим, белок мяса. Не самое лучшее сочетание. То есть уже каждый человек, когда это кушает, может почувствовать некоторую тяжесть в животе. Точно так же крахмал, картошка – это не самый лучший спутник для грибов. И если мы делаем грибы, то это лучше грибы с гречей, грибы с рисом, что-то такое очень легкое. И еще один совет от специалистов. Перед тем, как жарить грибы или делать из них грибной суп, необходимо их отварить. Затем воду нужно слить. Тогда они станут более усвояемыми и нетоксичными. То есть даже грибовницу рекомендуется варить только на второй воде. Чудящие пазики должны исчезнуть, транспорт обновится, а пассажиры получат более качественную услугу. Федеральный закон номер 220 внесены поправки, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Поводом послужила встреча представителей крупных автотранспортных предприятий в городе Сочи. Там прошел 17-й съезд, посвященный 20-летию Российского автотранспортного союза. На мероприятии был руководитель Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлок. Он у нас в студии сегодня. Добрый вечер, Денис. Спасибо, что пришли. Скоро к перевозчикам будут новые требования. Они ужесточаются. Действительно ли пассажиры от этого только выиграют? Как вы считаете? Любые нововведения в нормативные документы, любое ужесточение, все-таки это направлено как раз на улучшение качества перевозок, качество обслуживания пассажиров, но и на ужесточение все-таки ответственности для перевозчиков. Соответственно, если решится вопрос с борьбой с нелегальными перевозчиками, которые сейчас находятся в более выгодных позициях по отношению к легальным перевозчикам, соответственно, они могут за счет экономии на различных статьях затраты понизить стоимость проезда, чего не можем сделать мы, легальные перевозчики, в силу законодательных актов. Но здесь в любом случае пассажир все-таки будет в приоритете. О каких ужесточениях идет речь? Можете конкретно по пунктам? На самом деле поправок, которые мы обсуждали на съезде, достаточно много. Про них мы уже говорим на протяжении трех лет. В прошлом году в Калининграде проходил подобный форум, соответственно, тоже эти все вещи были озвучены. Здесь несколько таких серьезных поправок. Это все-таки ужесточение ответственности для такси, для агрегаторов, которые зачастую выступают в виде агентов и не несут никакую административную либо уголовную ответственность. Предлагается все-таки ужесточить их как перевозчиков. И более восьми мест. Это общественный транспорт, который сейчас с 1 марта обязан лицензироваться, вплоть до заказных перевозок. Если раньше эту процедуру выполняли только регулярные перевозки, то сейчас и заказные перевозки должны также получать перевозчики, и получать лицензию. Было дано 120 дней. Вот с 1 июля как раз уже все поправки вступили в силу. Поэтому штрафные санкции, которые будут применяться и применяются к нелегальным перевозчикам, они также ужесточаются, увеличиваются. И я думаю, что все это будет направлено как раз на очищение рынка от серых перевозчиков. Как вы считаете, насколько реально, что в Кирове эти ужесточения приживутся? Ну, если будут работать те структуры, которые должны следить за деятельностью перевозчиков, то в принципе все это реально, все это возможно, как показывает опыт других регионов, той же Башкирии, можно это все сделать буквально за месяц, за два, если только захотите. То есть сейчас будет все зависеть от того, как контролировать работу будут? Да, есть тоже сложности у транспортной инспекции. То есть они имеют право только проверять транспортное средство, либо документацию, либо на стационарных постах останавливать. Соответственно, для того, чтобы им остановить то или иное транспортное средство, необходимо скооперироваться с сотрудниками Государственной инспекции безопасности и дорожного движения, что зачастую бывает очень сложно. То есть в рейдах должны присутствовать, как показывает практика, минимум 3-4 ведомства, и собраться им всем бывает очень сложно, потому что каждое ведомство работает по своим нормативным документам. Ну и инспекторов, что в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, что в транспортной инспекции, их на самом деле сейчас не хватает. А могут ли эти ужесточения увеличить стоимость проезда? Нет, повлиять на стоимость проезда они никак не должны. Более того, если все-таки очистить хотя бы Кировскую область от нелегальных перевозчиков, то я думаю, что стоимость проезда вообще на протяжении нескольких лет может не расти. То есть на сегодняшний день мы приводили статистику по Киров-пассажир-автотрансу. Те нелегальные перевозчики, которые находятся рядом с автовокзалом, рядом с ЖД-вокзалом, примерно только Киров-пассажир-автотранс страдают на 45-55 миллионов рублей в год. Это то, что мы смогли посчитать. Соответственно, другие перевозчики, областные, частные, государственные, они также страдают, как и мы, ну немножко в меньших объемах. Поэтому если все-таки вывести их из тени, либо полностью запретить деятельность нелегальных перевозок, я думаю, что стоимость проезда может не повышаться. Ну вот сегодня в нашей группе ВКонтакте наших подписчиков мы спросили, возможно ли избавиться от нелегальных пассажирских перевозок в области. И большинство проголосовавших ответили, что нет. Те, кто хочет легких денег, всегда найдут дыры в законах. Как вы считаете, почему пассажиры, ведь это в принципе и пассажиры в том числе голосовали, почему они так считают? Ну потому что у нас, к сожалению, пассажиры зачастую выбирают нелегальных перевозчиков по отношению к легальным. Здесь факторов несколько. Это иногда бывает и лучший транспорт по отношению к легальным перевозчикам. Потому что, ну вот что касается Киров, пассажирства транса, мы за прошлый год заплатили налогов во все уровни бюджета в размере 92 миллионов рублей, в то время как многие нелегальные перевозчики там ни копейки не платят. То есть если бы мы эти средства пустили, например, на обновление, то есть на 92 миллиона можно взять достаточно большое количество подвижного состава. Поэтому они могут себе позволить снизить цену. Они работают в неправовом поле, по которому работаем мы, легальные перевозчики. Ну и, безусловно, расписание никакое там они не соблюдают. Поэтому пассажиры, в принципе, выбирают, наверное, низкую стоимость проезда по отношению к нам и иногда качественнее транспорт. Но не всегда. Здесь, конечно, тоже нужно задуматься, да, в чью пользу делать выбор. Ну вот как раз пример показал в пятничного рейда, когда нелегальный перевозчик на Богородск, водитель работал без прав уже полгода. Соответственно, у него не было права управления, как его выпускали. Даже такие случаи бывают. Да, то есть здесь большие вопросы. Денис, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. С вами прощаемся, а мы продолжаем. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Задолженность почти в 400 тысяч без надежды расплатиться. Счет пенсионерки арестовали из-за долгов за коммуналку. Перекроют на время празднования, где в Кирове будет не проехать в эти выходные. Отметят свадьбу и соберут чемоданы в Крым, как планируют кировчане провести выходные. Это «Давичи» и мы продолжаем. Без средств к существованию осталась пенсионерка из Ноябрьска. С ее банковской карты исчезли пенсионные начисления. Как выяснилось, счет арестовали за долги. Пенсионерка не знает теперь, как жить, чем питаться и на что покупать лекарства. Подробности в следующем сюжете. Жить в минус для пенсионерки Веры Трифонова с недавних пор – это не афоризм, а реальность. Немного мелочи. Вот что осталось от недавно полученной пенсии. Вот все ваши деньги, да? Да, вот, да. На хлебушек насчитываем. Вера Трифонова не скрывает, в долговой яме находится давно. С 2015 года по решению суда приставы стали вычитать половину ее пенсионных начислений. Но буквально несколько дней назад женщина узнала, что ее банковский счет, куда ежемесячно поступала пенсия, и вовсе арестован. Практически вот июль и август, если они еще так же заберут, мы вообще ни копейки не получим. Долг в квитанции за ЖКУ у пенсионерки порядка 380 тысяч рублей. За коммуналку женщина не платит уже 6 лет. Говорит, причины объективные. Мол, уже несколько лет практически не выходит из больницы. Сначала онкология, а недавно обнаружилось двухстороннее воспаление легких. Лечиться и жить на одну пенсию просто невозможно. Я растила ребенка одного, 18-го ему сейчас только исполнилось. Он учился в школе. Мы вдвоем на одну пенсию. Других доходов у нас не было совершенно. Как так получилось, что пенсионерку лишили всех средств к существованию, судебные приставы не знают. Никаких указаний об аресте счета, по крайней мере, к ним не поступало. Произойти это могло по инициативе взыскателей. Нередко те сами обращаются в суд, получают исполнительный лист и сами затем направляют его в банк, где и происходит удержание средств с расчетного счета должника. Статья 9 Федерального закона об исполнительном производстве предусматривает право взыскателя направить напрямую, минуя службу судебных приставов, исполнительный документ в банк, где открыт расчетный счет. Взыскатель при направлении исполнительного документа вряд ли, наверное, не знает, что это пенсионный. Откуда же он знает природу счета? Просто знает, что в банке открыт счет. Предъявляется исполнительный документ. Те, кто знаком с буквой закона, говорят, у пенсионерки небезвыходная ситуация и уверены, что арест расчетного счета, куда поступают пенсионные начисления, можно оспорить. В настоящий момент устанавливается, по чьей инициативе ограничения были наложены. Женщина задолжала не только ресурсоснабжающей компании. Больше 100 тысяч рублей она просрочила и кредитным организациям. Пенсия считается социальной выплатой. И реально по закону КБ там только в отдельных случаях, который может применяться в той или другой мере. В данном случае, то есть бенарушные, грубейшим в этом СМТБ именно права человека, потому что оставили без средств существования. Если повезет, то пенсионерке удастся не только разблокировать счет, но и снизить обязательные выплаты по долгам. Сейчас, после их погашения, на руках у женщины ежемесячно остается чуть больше 10 тысяч рублей. Спортивная федерация готова вложиться в развитие территорию трамплина с инициативой объединить усилия и создать единый внесезонный кластер, выступил губернатор Кировской области. Для этого каждой федерации предложили разработать и презентовать свой проект развития территории. Сейчас на улице Подгорной занимается сразу несколько объединений. Также есть спортивная школа, которая принадлежит муниципалитету. Представитель Федерации велосипедного спорта Григорий Францев считает, что за каждой из них необходимо закрепить свой участок и определить зону ответственности. Причем официально, на бумагах и на длительный период. За кем-то закреплена, за кем-то нет. Тут сложная ситуация с земельными участками, потому что часть находится в частной собственности, часть городская, часть территория с дюшор. Для чего нужно это соглашение? Для того, чтобы разделить своего рода территории, за которые будут отвечать конкретно федерации. И конкретная федерация сможет уже инвестировать в какие-то сферы служить. Нам бы хотелось, чтобы у нас были соответствующие высоты, соответствующие кондиции, спортивный скалодром, крытый спортивный скалодром для занятий именно скалолазами. От нас проекта как такового не требуется, поскольку у нас трамплины стоят на местах. Но возможно, что будет какой-то перенос малых трамплинов в другое место, для того, чтобы расширить горнолыжный комплекс. Мы не против, но если это будет переносом, а не просто сносом существующих объектов. Нам нужна тренировочная база, домашняя. Это оборудованные горнолыжные склоны, то есть это подъемники, на которых можно будет подниматься наверх. Естественно, сноуборд не может быть без каких-то там трасс спортивных. Это трамплины, какие-то фигуры, чтобы ребята могли прыгать и совершенствоваться. И учебные трассы. У нас на сегодняшний день есть определенная договоренность с прыжками, с Федерацией прыжков на лыжах трамплина, чтобы каким-то образом совместить и трамплины, и горные лыжи, и увеличить площадь нашего комплекса дважды, двукратно. Но в любом случае без администрации города мы не можем этого сделать. 6 и 7 июля центральные улицы Кирова перекроют. Связано это с празднованием Дня семьи, любви и верности. Движение, стоянка и остановка всех видов транспорта будет запрещена с 19 часов 6 июля и до 10.45 7 июля. По улице Пятницкой на участке от Свободы до Казанской. На улице Казанской от Пятницкой до Пионерского переулка и по самому Пионерскому переулку. Главной площадкой проведения мероприятий станет Александровский сад. В честь праздника будет организован крестный ход, молебен и концерт. Такой эту пятницу увидели наши корреспонденты. Впереди выходные. Какие планы на предстоящий уикенд у кировчан мы спросили у них. Уезжаю из города. Куда? В Москву. Мне по делам надо ехать. Играть свадьбу. Ну, помогаем. Друзья у нас играют свадьбу и мы вот готовимся к этому мероприятию. Телевизор смотреть. Погородье делается. Собираюсь уехать за город и отдыхать с друзьями. Мы уезжаем. Куда? В деревню. В отпуск идти. Поедем на родину в город Лужа. Работать. Работать. В выходные будет подготовка. В Крым. Сейчас съездить. Отдохнуть. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Надежда Шабалина. До свидания. Одежда ведущей предоставлена магазином стильной женской одежды Сержинетти.